Приветствую всех! Меня зовут дядя Митя и я сейчас нахожусь возле одного из любимых моих памятников. Это памятник войны. Ротонда. Она находится в полуразрушенном состоянии для того, чтобы мы помнили, что война никого не щадит и не жалеет. Таких памятников насчитывается единицы. У нас в Воронеже вообще один такой находится. Это разрушенная часть большой больницы. Она находилась на всей этой территории, где построили храм, а также и сквер, где можно пройти и погулять с детьми. Но я сегодня сюда приехал не рассказывать вам историю, для чего ее сохраняют, а рассказать то, что ее недавно отреставрировали. Вот что самое главное. То, что о таких памятниках в наше время заботятся. Первая реставрация была еще в советское время, в 70-е годы. Но после этого ничего не происходило в дальнейшем для содержания ее, чтобы она больше не разрушалась. Но, как к сожалению, в 2008 году здесь упал купол, который находился вон там. И наши воронежские активисты начали бить тревогу, что он разрушается и скоро его не будет. Правительство наше прислушалось к этому и начали разрабатывать проект о реставрации. В 2018 году выиграла компания и пообещала его отреставрировать за 3 миллиона рублей. Но уже в 2020 году смета выросла в 6 раз. И она составляла 17 миллионов рублей. Ее обработали специальным раствором, чтобы она больше не разрушалась. А все подвижные части были отрезаны и закреплены, чтобы они больше не разрушали ее. Но мне кажется, что в дальнейшем все равно должны какие-то происходить реставрационные работы. Так, давайте мы сейчас ее осмотрим. Как она выглядит после этой реставрации. Мы видим то, что все части закреплены и они больше не болтаются на ветру. Также здесь находится еще и подвал. В подвале были тоже реставрационные работы. Его закрыли для посещения, чтобы туда никто не мог пройти, а внесли все это забором. Смотрите, все закреплено, чтобы ничего не болталось. Видите? На специальных стяжках все держится железное. И это так по всему периметру. Также здесь остался еще внешний ряд колонн. На внешнем ряду колонн мы видим то, что здесь были попадания снарядов. И их не стали замазывать, как на остальные. Это здание трехэтажное, то есть трех уровней. Смотрите, первая часть, вторая часть была и третья обсерватория. Также сделана гидроизоляция этого сооружения для того, чтобы вода больше его не разрушала и не подтапливала. И это здание решили не восстанавливать для того, чтобы мы смотрели то, что может произойти, когда начнется война. То, что будут разрушены все дома. Ужас какой-то. А здесь была больница. Она была построена в 1930-х годах. И сюда приезжали люди работать со всего мира. Потому что она настолько была знаменитая. А в 1942-м она была разрушена. И внизу в подвале, когда освободили эту больницу от немцев, находилось 400 мирных жителей. Представьте себе. Так что вот так вот история. Хорошо то, что содержат такие памятники, истории. И мы можем прийти и посмотреть, как было раньше. Кому понравилось видео, не забывайте на меня подписаться. Меня зовут дядя Митя. Поставь лайк, если тебе понравилось мое видео. Всем удачи и пока. Пока.